Здравствуйте, друзья! С вами вновь программа «Под солнцем Айкумены» и я, ее ведущий, Владимир Зайцев. Предлагаю вам очередной фильм из видеоцикла «По следам караванов Великого Шелкового Пути». Как вы знаете, этот цикл был отснят на основе материалов, собранных во время караванного перехода, организованного современным гуманитарным университетом. Продолжение следует... Продолжение следует... Калмыцкая степь... Лишь небольшая часть евразийского степного пояса, берущего начало на востоке, в глубинных районах Китайской внутренней Монголии и оканчивающегося придунайскими равнинами Венгрии на западе. Занимает она пространство, связывающее между речью Волги и Урала с Северным Причерноморьем. Отовсюду открытая эта степь всегда была доступна для проникновения кочевников-скотоводов, искавших просторное, богатое травами и водопоями пастбище. До появления человека здесь обитало огромное количество травоядных – туров, сайгаков, лошадей, множество мелких грызунов, сурков, сусликов, а также крупных степных птиц, дров, журавлей. За многие века своего присутствия человек вытеснил диких животных и заменил их домашними. Попытки сохранить в степях западного Прикаспия хоть какие-то остатки дикой природы предпринимались давно. Начиная с 1915 года, периодически поднимался вопрос о создании в Калмыкии заповедника. Но наряду с этим человек не переставал нещадно эксплуатировать уникальные природные богатства степного края. И чем больше он приобщался к современной цивилизации, чем больше отдалялся от традиционного жизненного уклада, тем менее умело хозяйствовал. В результате богатейшее пастбище на протяжении всей истории, являвшееся основой процветания многих кочевых племен, народов и целых государств, таких, к примеру, как могучий хазарский каганат, вытаптывались, распахивались под зерновые и к концу 20 века пришли в полный упадок. А самое страшное, человек спровоцировал начало процесса опустынивания степи. В 70-х, 80-х годах россияне могли гордиться. В России, тогда Советском Союзе, появилась единственная в Европе настоящая пустыня – калмыцкие черные земли. Черные земли. Самый интересный участок на северо-западе при Каспийской низменности – самое элитное пастбище. Сюда истори пригоняли скот на зимовку, поскольку из-за геоклиматических условий снег здесь никогда не лежит. Этим обстоятельством, кстати, объясняют и происхождение названия земель – черные. Хотя субъективно они скорее светлые, а внешне выглядят зелеными, желтыми, голубыми, но только не мрачными черными. Прежде это была привилегированная территория для выпаса табунов и отар калмыцких ханов, затем хозяйств всего юга России. С наступлением песков возникла угроза экологической катастрофы. Антропогенная пустыня, расползаясь, не жалела ни пастбищ, ни чабанских точек, ни населенных пунктов, ни тем более обитателей дикого мира. Поэтому в 1990 году для спасения экосистемы калмыцкой степи и сохранения генофонда редких и исчезающих видов растений и животных был организован государственный биосферный заповедник «Черная земля». А уникальность его природного комплекса послужила основанием для ЮНЕСКО включить этот заповедник в мировую сеть биосферных резерватов. Наш заповедник был создан в 1990 году, когда возник вопрос о угрозе опустыни в больших территориях Черной земли. Тогда была разработана генеральная схема по борьбе с опустынью, где одним из пунктов шло создание биосферного заповедника. Но при создании у нас было около 30% площади. Это были чисто открытые пески, около больше 20% это скальпированные пастбища, и только 1,5% это была сохранившаяся целинная степь. Это единственная сухая степь, полупустыня в Европе. И здесь сходится Среднерусская возвышенность сверху, с севера, отсюда Кавказ, Южно-Речи, Волги и Доны. И вот здесь происходит смешение именно в пустыне, в полупустынной зоне происходит смешение трав, животных, птиц. Основная цель создания это была первая, это основное, это восстановление и сохранение степных и полупустынных биоцинозов. Второе, это сохранение европейской популяции сайгака. И третье, это на маныча гудила, это сохранение редких видов птиц. Принятые меры оказались своевременными и на удивление эффективными. Как только антропогенная нагрузка снизилась, природа тут же стала брать свое, и через какие-то 10 небольшим лет пустыня отступила. Наш караван, пройдя с севера на юг через всю эту степь, смог обнаружить лишь отдельные островки песчаных выдувов и барханов среди полынно-ковыльной целины, местами размеченные полосами защитных посадок. Рукотворные массивы из дикого овса и кустарника джузгуна появились не случайно. Закрепляя грунт, они выполняют очень важную функцию в борьбе с движущимися песками. Еще 10 лет назад черные земли для нас... Хотели там съемку, верблюдо делали за песком. А, нет, нет, мы дольше пески, все засыпано, эти бураны, очки взяли, бураны, очки. Пильтры, надо же, чтобы закрываться. И мы не увидели, не увидели. Если, очень, конечно, это китонический труд люди сделали, засадили, титанические земли, и сделали песчаный орех, мы как раз там эту волку видели, наверное, это титанические труды. Все это, в общем-то, наверное, подчеркивает ту хрупкость биоциноза степи, выпадение одного из звеньев в экологической степи, оно приводит к вырождению. 10 лет нет человека в степи, нет воздействия человека, и мы видим, что из 30%, которые составлялись открытые пески, у нас уже почти осталось всего 10%. То есть одним из основных факторов, приводящих к пустыне, был человек. В заповеднике два участка. Пустынно-равнинный или сухопутный, он же основной, и орнитологический, включающий акваторию озера Маноч-Гудила. Животный мир основного участка представлен многими видами присмыкающихся, земноводных, птиц и млекопитающих, но одной из главных задач заповедника было и есть сохранение и изучение калмыцкой популяции сайгака. Численность этой древнейшей антилопы на охраняемой территории колеблется от нескольких тысяч до нескольких особей, в зависимости от климатических и временных условий. Заповедный режим за последние годы позволил сократить фактор беспокойства и превратить здешнюю территорию в огромный родильный дом, где происходит массовый гон и отел сайгака. Несмотря на то, что приручать сайгаков крайне сложно, в настоящее время специалисты заповедника совместно с учеными Синьцзянского института экологии и географии Академии наук Китая проводят работы по выращиванию их в неволе. Эти исследования осуществляются при поддержке ЮНЕП, программы ООН по окружающей среде, и уже дают конкретные результаты. Разработана и успешно опробована технология приручения животных, позволяющая массово содержать сайгаков в неволе с последующей интродукцией их в дикую природу. В этом году мы уже нашли несколько десятков гнезд срепета, то есть степная курица, она вернулась к нам. Возвращение дрофы, это было бы украшением степи. У нас сейчас одна из самых высоких плодностей – гнезд журавлей, красавки. Орнитологи наши, научные сотрудники, занимаются учетом гнезд степного орла, курганника и могильника. Это все краснокнижные виды, мы в этом году их кольцуем, и вот в следующем году мы уже приблизительно будем знать, где они побывали. Озеро Маноч-Гудила – удивительной красоты водоем Калмыкии, образовавшийся в засушливой степи в результате обводнения в 1949 году кубанской водой реки Западный Маноч и тянется на многие километры вдоль речных русел и узких лиманов, разграничивая Европу и Азию. В центральной части ширина озера от 5 до 15 километров, а глубина – до 5 метров. Настоящим раем для гнездования водноболотных птиц являются выступающие над поверхностью воды невысокие острова и островки. Это район массовой миграции птиц, летящих на Каспийские зимовки и обратно. На водоеме и прилегающей территории гнездятся, летуют, встречаются на линьке и пролете более 190 видов птиц. 26 из них считаются редкими и исчезающими, а некоторые занесены в Красную книгу России. Это колпица, ходулочник, черноголовый хохотун, малая крачка, розовый и кудрявый пеликаны. Последние два вида образуют колонии на островах, соседствуясь чайками, колпицами, цаплями, бакланами, утками. Ежегодно проводят здесь линьку тысячи особей грациозного лебедя-шипуна. Биоразнообразие озера Маноч-Гудила представляет исключительную ценность и сохранение уникального уголка природы – задача всех. Когда в степь приходит весна, все живое и бегающее, и летающее, и плавающее начинает думать о продлении своего рода. Журавли-красавки, определившись с выбором пары и вдоволь натанцевавшись, приступают к высиживанию яиц. Суетливые суслики призывно посвистывают, приглашая в свои норки небезумысла шустрых подружек. Готовятся к котелу сайгаки. Зайцы, лисы, корсаки и прочие дикие звери и птицы под действием законов планетарного движения и природных инстинктов вступают в одну из важнейших фаз жизненного цикла. Энергия весеннего пробуждения не может не коснуться и таких исконных обитателей степных равнин, как волки. Волчицы уединяются в вырытых на песчаных барханах или в зарослях джузгуна, ямах-логовых, погрузившись в заботы по выкармливанию и воспитанию юных волчат. И одновременно с проснувшимся чувством материнства становятся настолько агрессивными, что даже волки-отцы до лучших времен перестают с ними общаться. Встреча в такой период с волчицей, кем бы ты ни был, ни к чему хорошему не приведет. После боевых событий в Чечне, в калмыцких степях, волков развелось невиданное множество. Напуганные войной звери, как и люди, побежали туда, где спокойней. Встреченные на маршруте чабаны, рассказывали о потерях, которые несли их стада. У этого старика в Атаре волки загрызли 17 овец, и овчарки не помогли. А на одной из чабанских точек мы видели лошадь, у которой волк оторвал часть задней ноги. Ужасная рана еще кровоточила. Правда, тут же валялась ободранная голова этого волка с клыкастой пастью. Чабан в долгу не остался. Стали отмечаться случаи нападения волков и на людей. Отпечатки волчьих лап, места их лежек, помет попадались нам постоянно, особенно на заповедных территориях. Это, впрочем, вполне естественно. В заповеднике всем хорошо. И вегетарианцем, и мясоедом. На одном из барханов мы обнаружили удивительную картину. Волк шел за стадом сайгаков, и природа запечатлела это на песке в совершенно необычных, почти художественных формах. А это все, что осталось от бедняги сайгака. Ему где-то года два, три. Заповедник существует, и эти 12 лет показали, что, в общем-то, заповедность, сохранение заповедности для восстановления биоциноза имеет огромное значение. Вот 12 лет человек не внедрялся в нашу степь, и у нас вот происходит восстановление биоциноза. Но при этом мы сейчас, в общем-то, возникают новые проблемы. И проблемы эти возникают не сами по себе, а создаются опять же людьми. Теми из нас, кто, не задумываясь, продолжает рубить под собой сук. Печально видеть, как после безответственных деяний наших собратьев по разуму благодатные земли становятся в буквальном смысле черными. Продолжение следует... 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 Кстати, столь необходимые в степи каналы в свое время помогли резко сократить численность сайгаков. Недостаточно продуманно прорытые, они перерезали пути миграции антилоп и десятки тысяч их, с разгона влетая в появившуюся ловушку, тонули и калечились. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На таком озере лебедю делать нечего. Нередко обнаруживали мы на своем пути и следы браконьеров. Егеря говорили, что в последние годы был отмечен большой спрос на симпатичные поперечно-ребристые рога сайгака. Как на сувениры всего лишь. Спрос рождает предложение. Вот и рванули сюда, на Ямахах и Харлеях, любители диких сафари и легкой наживы. Где там угнаться службе охраны заповедника на допотопном уазике за стремительным вихрем на двух колесах? Только скрытая засада, дознание местности и помогает в борьбе с отморозками. А однажды на трассе газопровода, идущего через всю Калмыкию, мы наткнулись на нечто совершенно неординарное. Огромная емкость из 5-миллиметрового железа, продырявленная множеством пулевых отверстий, представляла собой настоящую братскую могилу. Ржавая цистерна внутри была завалена сайгачими черепами, когда-то носившими рога. Сколько же бедных рогачей нашло в ней свое вечное пристанище? В страшный и далеко не единственный след войны человека с окружающей его средой. Взять для сравнения того же волка, извечного истребителя сайгаков, ведь он вынужден охотиться на эту антилопу, поскольку питается ее мясом. И не только мясом. По употреблению идут и кости, и внутренности, и шкура. Сколько сайгачьей шерсти мы видели в волчьем помете. Так всегда было. Элементарный закон природы. Быстрый, здоровый сайгак или сайгачиха, развивающая скорость более 70 км в час, всегда уйдут от любого хищника. А кому не судьба, послужат продолжению жизни в других формах. Человек, истребляющий реликтового сайгака ради его врагов, не оставляющий одному из древнейших животных, ровеснику мамонта, никаких шансов на выживание в соревновании с современной техникой и великолепным оружием, это даже не неандерталец, для которого охота на тех же мамонтов была жизненной необходимостью, а возможные последствия излишнего усердия при заготовке пропитания просто были неведомы. Такой человек, скорее гуманоид, образец перебродившего продукта, чуть ли не вспять повернувший эволюцией. Или намек на то, что человечество, возможно, тупиковая ветвь цивилизации, призванной исчезнуть, погубив сама себя, а заодно и все вокруг. Сайгаками дело, к сожалению, не кончается. Но не будем, как говорится, о грустном. Взять те же черные земли, недавнюю зону экологического бедствия. Благодаря предпринятым людьми усилиям, а где-то наоборот, благодаря прекращению усиленной деятельности, пустыня ушла. И вновь трава густым ковром зазеленела на необозримых песчаных просторах западного Прикаспия. Или верблюды. Казалось бы, все. Канули в лету верблюжьи караваны, многие сотни лет непрерывно ходившие по территории Юга России и являвшиеся гордостью, показателем процветания и могущества живущих там народов. Тысячи этих необыкновенных животных, истори разводившихся в Калмыкии и худо-бедно выдержавших пресс научно-технического прогресса с его автомобилями, поездами, самолетами и жилищно-коммунальными удобствами, в последние десятилетия 20 века были пущены под нож мясника. Верблюдов в России практически не осталось. И тем не менее, вот он, наш живой караван. Настоящий, натуральный. Его можно пощупать, потрогать. С ним можно пройтись по степи, по разливам тюльпанов и маков, по ковылю и полыне, по пыльным улицам затерянных поселков и асфальту столичных площадей. И верблюды не заморские какие-нибудь, свои. По кочкам, тропинкам и барханам возрождаемых транспортных магистралей вновь идет караван. Первый российский караван третьего тысячелетия. Если мыслить правильно или просто мыслить, то для существа мыслящего, каким считает себя человек, может быть и не все потеряется. 25 километров. Создание вот таких экологических, турфических троп, оно дает человеку увидеть всю красоту природы. А когда ты видишь красоту, то, наверное, уже как-то рука не поднимается ее портить. Заповедник для того иисуса, чтобы решить те проблемы, которые научные, материальные, технические проблемы, которые стоят перед нами. Но в то же время это сохранение степи не является самоцелью. Сохранение степи – это чтобы люди это видели. Чёрные земли, вечные земли, Сколько здесь судеб и бурь пронеслось, Ветер раздует и вновь занесет, Шелковый путь сквозь столетия пройдет. Ты пожелай, белый путь, Песню в дороге землях не забудет. Девца надежда я доме живет, Верит, что кто-то всегда его ждет. Ты пожелай, белый путь, Песню в дороге землях не забудет. Девца надежда я доме живет, Верит, что кто-то всегда его ждет. В сердце надежда я доме живет, Верит, что кто-то всегда его ждет. Только ты страны дорог не пройдешь, Места такого нигде не найдешь. Небо горлы рассекают крылом, Садо сайгаков пылит за холмом. Ты пожелай, белый путь, Песню в дороге землях не забудет. Девца надежда я доме живет, Верит, что кто-то всегда его ждет. Ты пожелай, белый путь, Песню в дороге землях не забудет. В сердце надежда я доме живет, Верит, что кто-то всегда его ждет. Садо сайгаков пылит за холмом. Садо сайгаков пылит за холмом. Садо сайгаков пылит за холмом. Тихим вечером, звездным вечером, Бродит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, И в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой истрою, Нам бродит с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, Подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания, Губы девичьи и глаза. Когда я пришла в музей, Была только я и уборщица Прокопчина Раиса Ивановна. Я помню, это было какое-то утро такое, весна, утро. И вот в утренние часы, Отпросившись на своей основной работе, я пришла в музей в 432-й корпус. Ну, это вообще, я считаю, что это просто знак проведения. Многим людям мы обязаны тем, что музей появился в городе. Ну, в первую очередь, это Анна Александровна Уманская, первый директор музея. Хотя она приняла и воплотила в жизнь эту идею. А до нее эта идея появилась в умах ветеранов, интеллигенции общественности. Потому что был поднят вопрос. Вот кем он был поднят? Вот я думаю, что именно этими людьми. Учитывая, что наш город Зеленоград возник на священной русской земле и имеет большое историческое прошлое, уже тогда, в начале 80-х годов, было ясно, что нужно сохранить память и об этой земле. И вот тогда обратились члены Совета ветеранов всем, чтобы выделить помещение для Зеленоградского музея. И этот вопрос был решен. Музей создавался непросто. Прошло 35 лет, и сегодня, придя в него, можно его не узнать. И все это благодаря тому, что здесь работают люди, ну, буквально за очень маленькую зарплату, как оказалось, но очень грамотные, болеющие душой. И просто, как часто их называют, это фанатики в своей работе. Действительно, пройдут годы. Думаю, что новое поколение все-таки будет любить свой город. И благодаря еще тому, что вот у нас такие материалы здесь собраны, в музее об истории нашего города. Черт с ними За столом сидим, поем, пляшем, поднимем эту чашу, За детей наших и скинем с головы и ней, поднимем, поднимем. И скинем с головы и ней, поднимем, поднимем. За утро и за свежий из полей ветер, За друга, не дожившего до дней этих, За память, что живет с нами, затянем, затянем. За память, что живет с нами, затянем, затянем. А Борис Васильевич Ларин, золотые руки которого восполнили представление об утраченной деревне Матушкино, и он сделал по памяти макет деревни этой. Он сделал по памяти макет своего дома, который сгорел во время войны. Очень-очень многие люди помогали становлению музея кто чем мог. А так как мы были все-таки музеем на общественных началах, то мы действительно привлекали общественность. И даже в музее, в стенах музея работали наши соседи из исправительно-трудовой колонии. С миру по нитке, голому рубаху. И вот удивительно, что в марте уже 92-го года за подписью заместителя мэра Юрий Михайлович Лужков подписал распоряжение о том, что наш музей входил в структуру подчинения Комитета по культуре города Москвы. Вот с марта 92-го года музей считается как государственный Зиноградский историко-кроеведческий музей. Хоть город у нас молодой, древняя история, очень занимает большое место. И здесь найдено самое древнее поселение, которому примерно около 10 тысяч лет. Это поселение чем интересуется? Рядочко находится поселение, так называемой льявовской археологической культуры в районе Льявова. И недалеко я нашел поселение, ровно 20 лет там назад, которое начало следовать, которое получило название Льявова-3. Это поселение, там жили люди трех самых культур. Люди, которые сюда пришли, жили на мысу, реке, которая сейчас называется Клязьма. Значит, занимались, видите, рыболовством, охотой, изготовлением орудий. Проводим такую работу, как разведочную. И уже больше занимаемся работой, связанной с самым темным периодом для нашей истории. Это 16-17-17 век. Потому что, понимаете, если каменное поселение можно найти, оно на одном месте, те же славянские древности тоже можно найти, то поселение 16-17 века практически нельзя найти. Недавно у храма нашего Николая Чатворца проводились земляные работы. Вот здесь сейчас в 8-м районе, где усадьба, предполагаю, в декабре с вами визина была, роют везде, говорит, никто даже и не позовет. Пока с вами не зайдешь, не сходишь, не посмотришь. То есть нет даже у нас охраны памятников. Все то, чем мы пользуемся и то, что мы делаем, должно по нашему вразумлению действовать на историческое сознание наших детей, которые к нам приходят, и на то, чтобы в будущем они не забывали свои традиции, становились патриотами. Я облекаюсь в костюм барыни с применением парика, чепчика, веера, шали, сажусь за стол с музейными предметами и начинаю повествование о том, как в дворянской семье начиналось утро, как в дворянской семье общались с детьми, какое им давали образование, чем заполнялся день в этой семье. Вербочка, вербочка, вербочка кудрявая, ой да, ой да, ой, любви, вербочка кудрявая. А потом на следующем занятии я превращаюсь в крестьянку Акулину, я или мои коллеги, и начинаем говорить уже о том, с чего начинается тяжелая крестьянская доля. Рано по отру, когда еще темно, встает баба-большуха, у нее же и дети, и внуки, и начинает затапливать печь, и готовить на всю огромную семью, да еще на скотину, да еще сразу и завтрак, и обед, и ужин. И вот так мы начинаем свое повествование горькой крестьянской доли. И опять работают на нас музейные предметы, и опять работает та одежда, в которой я нахожусь, уже не дворянка, а уже крестьянка. Знает многие победы богатырь народ, далеко ходили деды с песнями поход. Через Альпы, Карпаты, Ислу и Дунай, наши русские солдаты шли из края в край. Песня солдатская, много ты прошла дорог. Лейся, простольная лейся, кривольная путь твой по свету широк. Лейся, простольная лейся, кривольная путь твой по свету широк. У Москвы, Кенинграда, Курска и Орла Песня шла с бойцами рядом и вперед звала. По гвардейски воевала, пилась до конца, и солдатам согревала трудный час сердца. Песня солдатская. Очень важное, о чем пока сейчас мы не задумываемся, не говорим, это идет активный процесс комплектования картины галереи города. То есть это сбор творческих полотен, живописных, графических, акварельных, декоративно-прикладного творчества. Ведь в этом городе живут люди творческие. Вот шесть с половиной лет назад я пришла в Зеленоград, полюбила его, всем сердцем вписала его. И, конечно, максимально стараюсь участвовать, помогать развиваться этому городу. Вы знаете, музей от мало до велико увлекает всех. Мы приходим все в этой жизни и уходим. А вот это остается. Музей Зеленоградский неожиданно для меня самой не только вызвал наши симпатии за свою профессиональную работу, уж сколько они судеб восстановили тех, кто погиб и отдал жизнь за нашу Родину, сколько проходит потрясающих памятных мероприятий с помощью Зеленоградского музея. И это передается тоже теперь из года в год, из поколения в поколение. Но даже вот неожиданно и для меня этот музей стал точкой опоры в деле, которым я занимаюсь на общественных началах. Покажите мне Москву, я прошу, Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, Купола и полумрак площадей, Да потому что верю сотням людей, Рассказавших о Москве без затеи. Да потому что кроме слухов пустых Есть Арбат и есть Донской монастырь, А коли дождик, воды вешние прольет, Я буду рад. На этом разрешите завершить сегодняшний выпуск нашей программы. Всего доброго, успехов и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok